Добрый вечер! Сегодня мы с Божьей помощью завершаем изучение недельного раздела Торы Шмот. И начинаем мы в конце четвертой главы. Моше приближается к Египту. Там мы остановились на сцене, которая была на ночлеге перед приходом Моше в Египет. Ну а вот теперь говорит Тора «И сказал Бог Арону, иди навстречу Моше в пустыню». То есть Моше был уже настолько близок к египетской границе, что Арон мог выйти к нему навстречу и встретить его. И тот пошел и встретил его у горы Бога и поцеловал его. И рассказал Моше Арону о всех словах Бога, с которым он послал его, и обо всех знамениях, которые он повелел ему. В этом рассказе понятно, что лишь прежде всего шла о том, что Моше прибыл с миссия освобождения еврейского народа. Ну и произошло здесь то, чего, точнее, не произошло то, чего Моше боялся. А боялся он того, что если окажется, что именно он, младший брат, получает эту миссию, и он должен возглавить еврейский народ, а не его старший брат, который уже к тому времени был не просто одним из лидеров народа, но и, как видно здесь, пророком, и случайно сказано, и сказал Бог Арону. Контакт Бога с человеком – это пророчество. И Моше, безусловно, опасался, что подобное такое развитие событий будет для Аарона неприятным. Но этого не произошло, и Всевышний ему еще раньше пообещал это, что Арон только обрадуется тому, что ты скажешь. Так оно и вышло, и пошел Моше вместе с Аароном. Кстати, забыть, что понятно, что рассказ включал здесь еще одну важную деталь, а то, что Аарон должен будет быть для Моше не переводчиком, но, по крайней мере, возвещать его слова еврейскому народу, поскольку Моше боится, что его косноязычие, его неумение говорить помешает его мессии. И пошел Моше вместе с Аароном, поэтому так и пошли вместе, и собрали всех старейшин сынов Израиля. «И пересказал Аарон все слова, которые говорил Бог Моше». Подчеркивается. «Пересказал Аарон все слова, которые говорил Бог Моше». То есть сначала Моше сказал это Аарону, а теперь уже Аарон в присутствии Моше пересказывает это народу. И сделал знамения на глазах у народа. Те самые знамения, которые были повелены продемонстрировать народу, то, чтобы они не сомневались, что действительно время избавления пришло. «И услышали, что вспомнил Господь и поверил народ». Снова. «Моше боялся, что этого не будет». Он сказал Всевышнему. «Но они не поверят мне. Вышло не так». «И поверил народ». «И услышали, что вспомнил Господь о сынах Израиля и увидел их страдания, и они поклонились и простёрлись ниц». Это выражение, этот поклон, выражение благодарности, выражает благодарение людей за то, что Всевышний вспомнил и обещает их избавить. Т.е. если они уже благодарятся, это значит, что они верят в своё избавление. Ну, а дальше первые шаги навстречу к избавлению. «Начало миссии Моше. А затем пришли Моше и Аарон к фараону и сказали, так сказал Господь Бог Израиля, отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Вот первая странность. «На самом деле Всевышний сказал Моше, иди в Египет, собери там всех старейшин и отправляйся вместе с ними к фараону». Значит, Моше должен был явиться к фараону во главе целой делегации старейшин еврейского народа. Написано, «А затем пришли Моше и Аарон к фараону». А что, Моше нарушил здесь самую первую инструкцию? Он не взял их с собой, несмотря на то, что Всевышний ему сказал взять. Раша говорит, нет, к сожалению, произошло всё, уже не иначе. «Пишет Раша, а затем пришли Моше и Аарон, а старейшины, а где же они? Один за другим отстали от Моше и Аарона, пока они все не остались позади, ещё прежде, чем дошли до Творца фараона». Потому что боялись идти. Проявили малодушие, да. Наказуемо это, конечно. И у горы Синай они были наказаны. Как сказано было там, когда Всевышний давал торм на горе Синай, то было сказано, приблизился только один Моше к Всевышнему, то есть тот, кому было позволено зайти за границу, которая была огорожена, гора, и зайти на гору был только Моше, а продолжая дальше Това, а они, то есть старейшины, не приблизились, они стояли, может быть, в первом ряду среди народа, но на саму гору им не дано было подняться. «Меда кинэгат меда», «Мирой за миром». То есть поначалу всё было хорошо. И поверил народ, и услышал, что вспомнил Господь о сынах Израиля, и увидел их страдания. То есть было воодушевление, конечно. Конечно было. И под влиянием этого воодушевления все старейшины отправились вместе с Моше, и вся эта делегация шла по центральным уровням города. Но чем ближе они подходили к дворцу фараона, чем больше постовых встречалось на улицах, тем больше и больше пробуждало в сердцах сомнение. Пустит ли их вообще? Примет ли их фараон? Может, скажет, приёма нет. Даже если пустит, он вообще станет их слушать, он отнесётся всерьёз к тому, что они говорят. Стоит ли игра в свечи вообще? Дело даже не в том, что, может быть, он просто отклонит их просьбы и не станет слушать. Есть такие люди, есть такое начальство, которым с просьбами лучше не ходить, потому что ты приходишь к ним с просьбой. Это не то, что он только не удовлетворит твою просьбу. Если ты к нему пришёл, ты выйдешь от него в состоянии куда худшем, чем ты пришёл к нему. Поэтому с такими людьми нужно подальше, подальше, подальше. Исключено, что фараон тоже такой. Так зачем они идут? И чем больше эти сомнения грызли в сердца людей, тем больше было желания убежать. И вот так пусть... Никто, конечно, не остановил, не сказал, слушайте, люди, куда мы идём-то? Вы подумайте, может быть, это всё неправильно, это всё... Не-не-не, сказать это вслух люди стеснялись. Но один за другим. Один заходил срочно, ему нужно было зайти в магазин, другой уходил в переулок, третий. Когда дошли до дворца фараона, то выяснилось, что вслед за мужей Аарона уже никого, никто не шёл. Они вдвоём. Почитаем дальше. И затем пришли мужей Аарон к фараону и сказали. Так сказал Господь Бог Израиля. Отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. И сказал фараон, а кто такой Господь, чтобы я слушался его голоса? Я отпустил Израиля. Я не знаю Господа, Израиля тоже не отпущу. Снова у нас будет вопрос. Снова на ту же тему. Точно ли мужей исполняет инструкции, которые дал ему Всевышний? Ведь ради этого он послан. Чтобы говорить именно то, что ему говорят, и делать то, что ему делают. А ведь Всевышний сказал ему, что нужно прийти к фараону и попросить у него разрешения отправиться на три дня пути для того, чтобы совершить праздник Богу. Вместо этого мужей приходят и говорят. Так сказал Господь Бог Израиля. Кстати, придут приказ тебе. Не просьбу об удовлетворении религиозных потребностей. Не просьбу о том, чтобы дать нам выходной день, и мы его используем под праздник. Нет. Так сказал Господь Бог Израиля. Отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. А где три дня? Почему же ничего не упоминает? Потом уже, после того, как он услышал отказ фараона, когда сказал, кто такой Бог, чтобы я служил с его голоса, они сказали, Бог евреев явился на, а мы идем же на три дня пути в пустыню, принесем же оттолку. Вот здесь выпало три дня в пустыню. А почему сразу их не сказали? Выходит, картина такая, что сначала они потребовали, ты нас отпусти. Он сказал, нет. А я говорю, ну, знаете, что ваше величие? Ну, три дня хотя бы, дайте. А почему? С самого начала не сказано было про три дня. В чем здесь дело? Может быть, два вопроса, быть может, два вопроса, связанные один с другим. Вопрос, который мы задали раньше, а именно, почему мужей пришел фараону только с Аароном и Ане во главе делегации старейшин Израиля. И тот вопрос, который мы задаем сейчас, почему он с самого начала, почему они, мужей Аарон, не говорят сразу про три дня, потому что они собираются уйти на три дня пути и тут же вернуться. В такой форме, то, что Всевышний им сказал, в такой форме, одно связано с другим. Если бы они пришли во главе делегации старейшин, а старейшины – это люди, которые, очевидно, знакомы, если не фараону, то, по крайней мере, его администрации, как легальные представители евреев перед властями. Так всегда было. Институт старейшин, главы племен, главы семей, кланов, они обычно представляют интересы людей перед властями. И когда такая вот полномочная делегация обращается к фараону, и просят у него, понятно, что они просят у него разрешение дать им возможность справить праздник Богу, религиозные потребности, отправить. Всего три дня и вернемся. Но сейчас мужей пришел без них, пришел только вдвоем с Аароном. А кто ты такой вообще? Пошли какие-то два старика, на которых фараон их не знает, кто они, что они, чего они. Почему он вообще должен их слушать? Почему он вообще должен всерьез отнестись к тому, что скажут ему два старика, которые дай нам пойти на три дня. Кто пойти? К кому пойти? Вам вдвоем. Да идите хоть сейчас. О чем разговор? О народу? Кто сказал, что народ хочет? Кто вы такие вообще? Поэтому, не исключено, мужей меняется уже на план. Вместо того, чтобы просить от имени народа разрешением пойти в пустыню на праздник, вместо этого он обращается к нему, как пророк. Так говорит Господь Бог Израиль. Мими словами. Почему он сейчас требует у фараона, чтобы тот отпустил евреев? Это не просьба об удовлетворении религиозных потребностей. Это не требование социальной справедливости. Совсем другое. Это требование подчиниться Богу. Почему? Ведь уже очевидно, что, когда люди идут с подобной миссией к фараону, они должны задать себе вопрос, почему тот фараон должен послушаться? Как так? Взять у него 600 тысяч мужчин, работают ежедневно, делают для него какие-то важные работы, оборонные или еще какие-нибудь. Почему он вдруг должен их отпускать? Почему? Из-за чего? Это же нонсенс. Это совершенно лишено всякого смысла. Это совершенно верно. Иррационально. Религиозное требование. Подчинить Богу. Когда Бог дает заповедь, когда Бог требует от человека, он не должен ему объяснять, а почему это я от тебя требую? От человека требуется подчинение. Это то, что говорят Муши и Арон. Так сказал Господь Бог Израиля. Отпусти мой народ, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Естественно, теперь понятен ответ фараона. Вы требуете от меня, чтобы я подчинялся к Богу? А кто такой Бог? А я не знаю. Поэтому не подчиняюсь. Метраж говорит, что фараон начал над ними даже немножко издеваться. Он строил целый спектакль. Он попросил принести ему официальный регистр, реестр официально признанных богов Египта. Ему принесли толстый-толстый фолиант. Он начал его листать, слиняет, парит. Как вашего Бога зовут? Сейчас по алфавиту. Не числится. Официально не зарегистрировано. Поэтому не знаю я Бога и Израиль тоже не отпущу. Даже на три часа. То есть требование Муше, как пророка, чтобы человек, фараон, подчинился Богу при всей силе пророчества Муше осталось безответным. На фараона это впечатление не произвело. Но если уж мы говорим здесь о трёх днях, то пожалуй нужно задать вопрос с другой стороны. Мы объяснили сейчас, до сих пор мы объяснили, почему Муше упустил поначалу эти три дня и вернулся к ним только во второй попытке. А можно задать вопрос наоборот. А почему Всевышний потребовал от Муше говорить про три дня пути? Ведь понятно же, что речь идёт об исходе из Египта, что называется «собираемся уезжать из Египта на ПМЖ». Почему же вдруг это как человек, который придёт и попросит визу туристическую, когда он сам знает, что он собирается оставаться на всю жизнь. Так почему же Всевышний заставляет здесь Муше арона лгать? Может лучше было бы наоборот, как пишет Абробанель. Как мог Всевышний повелеть Муше говорить от его имени ложь, неправду? Не лучше было бы сказать откровенно, прямо? Отпусти народ из египетского рабства. Этот, если уж говорить так, сказал Господь, если уж говорить о тымете Всевышнего, так почему бы не идти с открытым забралом, честно? Ответ Абробанеля Всевышний поступил так, чтобы показать людям упрянство и жестоковыность фараона. И благодаря этому обнаружится справедливость кары и приговоры, вынесенных ему и Египту. Всевышний планирует 10 ударов по Египту, которые сотрясут все основы этого государства, которые принесут бедствия и страдания и самому фараону, и его подданным. И поскольку все это Всевышний делает, безусловно, на публику, это одна из целей исхода из Египта, продемонстрировать и свою власть в мире, и, безусловно, должно быть здесь и просто власть, а и справедливую власть. То есть справедливость должна не только восторжествовать, она восторжествует тем, что угнетатели будут наказаны, а ни в чем не провинившиеся люди, попавшиеся в рабство, будут освобождены из рабства, это все хорошо. Это будет, справедливость будет содеяна, но справедливость еще должна быть видна, чтобы люди, те, кто наблюдает эти события, чтобы они были убеждены, что действительно была здесь справедливость. Поэтому Всевышний показывает фараона в самом-самом, когда даже на такую элементарную просьбу, когда после десятков лет непрерывной работы на фараона, у него просят на три дня пути всего лишь улететь, на три дня пути, и тут же вернемся, и даже на это он скажет, нет, и все, даже на три часа нет, тогда уже Всевышний может его карать, ведь у него только просили позволение уйти на три дня пути для жертвоприношения Богу, и не просто прийти, и просили на три дня пути ни в выходной день, ни в отпуск, а принести жертву Богу, и было само собой понятно, что они собираются после этого вернуться, но фараон не внял их мольбам, ни их просьбам, а если бы уже они попросили совсем их отпустить, подавно не захотел бы даже слушать их, именно поэтому Всевышний велел мужей начать просить о незначительной вещи сначала, всего лишь трехдневная дорога, проверяя тем самым упорство фараона и его твердолобость. И вслед за Барбанелем повторяет это, в том же направлении идет и более поздний комментатор, октавы Акабала, только добавляет он еще одну вещь, что при всем, при том, после еще комментария о Барбанелем можно было бы спросить, хорошо, а это была цель Всевышнего, ради этой цели, то, что он хочет продемонстрировать, упрямство, твердолобость, фараоны, из-за этого мужей Аарон должны были сказать неправду на три дня пути, хотя они собираются насовсем уходить. Нет. Вместе с тем, они не сказали ему, что собираются вернуться на три дня, и уста мужей не произнесли лжи. Абарбанелем говорит, но это же было понятно, что если мы просим отпустить меня на три дня пути, это значит, что я на три дня пути и тут же обратно. Но это уже ты так подумал, а мы так не сказали. Мы сказали, отпусти нас на три дня пути, мы праздник там сделаем. Через три дня пути мы пойдем и сделаем праздник. А здесь не солгал, в скобочках, спрашивал, стоп, 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 хорошо, он не солгал, потому что он не сказал, что мы тут же вернемся. Эти слова не праздник. А праздник евреи сделали, забегая вперед, когда вышли из Египта. Был праздник через три дня пути. В другом месте, правда, сказано, чтобы фараон отпустил евреев на три дня пути и они будут там служить Богу. Служение Богу. А где было служение Богу на три дня пути? Было. Что было через три дня пути? Когда вышли из Египта, три дня шли днем и ночью, днем и ночью, подальше, подальше, подальше от Египта. Подальше, подальше от дома рабства. А что произошло после трех дней пути? Всебежный сказал, очень хорошо, освободились, ушли из Египта, а теперь разворачиваемся налево кругом и идем обратно. Так и произошло, когда еврейский народ вернулся обратно и подошел к берегу Страстникового моря и тем самым загнал себя в ловушку и тогда уже фараон за ним погнался. Тогда уже фараон погнался за ними, ну и тогда оказалось, что ловушка-то на самом деле больше для фараона. Ух ты, евреи прошли по дню рассеченного моря, а фараон уже не прошел. В этом было настоящее служение Богу. Что значит? Мы выходим из Египта, чтобы быть свободными людьми. Освободились из рабства. Да, не совсем так. Мы выходим из Египта, чтобы быть слушителями Бога. И вот это самое служение самое трудное сейчас. После того, как освободились, после того, как три дня, трое суток бежали подальше, подальше, а таким-то днем и ночью. После этого Всевышний говорит разворачиваться. Что значит разворачиваться? Разворачиваться означает идти обратно в Египет, что ли? Ну да, обратно в Египет. Для того, чтобы подчиниться этому требованию нужны были колоссальные силы. Это было то самое служение, Богу после трех дней пути. Так что и здесь достаточно трудно назвать это праздником. Еще вопрос, а почему это тогда называется праздником? Но служение Богу через три дня пути без помог. Теперь посмотрим, как мужей пытаются, мужей и Аром, как они пытаются сделать вторую попытку. «И они сказали, Бог евреев явился нам, уйдем же на три дня пути в пустыню и принесем жертву Бога, чтобы он не поразил нас мором или мечом». Появляется здесь довольно странная фраза, и они сказали, Бог евреев явился нам. До сих пор было, так сказал Господь Бог Израиля. Здесь Бог евреев явился нам, и слово явился нам тоже довольно странное. Уйдем же на три дня пути в пустыню и принесем жертву Бога. А то и дальше следуют санкции. А что будет, если ты нас не отпустишь, чтобы он не поразил нас мором или мечом? А кой фрауну до этого дело? Раши говорит, что это замаскированная угроза, только она высказана в супервежливой форме, так как говорят с монархом. Они говорят, а то Бог тебя покарает. Так нельзя говорить с монархами, имеется в виду это, но только они сказали, Бог нас покарает, чтобы он не поразил нас, они должны были сказать, чтобы он не поразил тебя, это будет вам плохо, но сказали иначе, тем самым показывая должное, оказывая должное почтение царю. Так объясняет Раши. Равиш говорит, что вот здесь Мушея и Арон сразу меняют то, после того, как их первая попытка закончилась неудачей, когда они попытались потребовать от фараона подчиниться указу Бога, поняли, что это не подходит, начинают говорить совершенно в другом тоне, они начинают говорить с фараоном на его языке, Бог евреев. Фараон язычник, идолопоклонник, язычество по сути своей оно веротерпимо, язычник никогда не будет говорить, что его Бог, он Бог истинный, а все остальное это ерунда. Нет, я этому Богу поклоняюсь, а ты другому Богу поклоняешься. В каждой стране есть свои собственные Боги, более того, в Египте не только что в каждом номе были свои особо почитаемые Боги, здесь такой Бог, там такой Бог, есть веротерпимость, а нетерпимость религиозная она появилась значительно позже, и она пришла в мир через то, так говорят наши мудрецы, почему начинается гора Синай, ведь ее истинное название Хорев, почему же тогда Синай от слова Сина, то есть ненависть, ибо с Торой вместе в мир пришла ненависть, религиозная нетерпимость, впервые появилась здесь, появился некто, кто стал утверждать, что вот эта истина, все остальное просто ложь, до сих пор нету этого, у тебя такая религия, у меня такая религия, ты поклоняешься этому Богу, я этому Богу, ты поклоняешься быку, а я поклоняюсь к козлу, еще кому-нибудь, нормально, поэтому именно так они и говорят сейчас фараон, Бог евреев, понятно, фараон понимает, что у него есть свой Бог, а у евреев есть свой Бог, так вот, Бог евреев явился нам, то есть, так случилось, мы с ним вообще уже давно не общались, но вот так случилось, он нам явился вдруг, потребовал, и если такое произошло, наверное, какое-то из ряда вон выходящее обстоятельство, и потребовал, чтобы мы принесли ему жертву, и это тоже изучник очень понятно, потому что если божество гневается, то его нужно прежде всего задобрить, это основа всех древних религий, попытка задобрить гневающихся богов, то же самое и здесь, поэтому уйдем же на три дня в пустыню и принесем жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас мором и мечом, потому что так с этими самыми языческими башками дело плохо, если его не задобришь кровавыми жертвами, так он поразит нас, а что поразит нас, но тебя-то это касается конкретно, почему, а что будет, если у нас, среди у нас евреев, живущих в Египте, разразится мор, чума какая-нибудь или холера, а что египтяне вокруг, прикиньте, и на них тоже, а если нас поразят мечом и так далее, в конечном итоге тебе же и твоей стране будет хуже от этого, поэтому пойди нам навстречу. Это объяснение Раввирша. Нужно знать и другое объяснение, почему Муше вдруг упоминает бог евреев. Слово еври, которое мы переводим как еврей, это было прозвище Авраама. Когда фараон спросил, а кто такой бог, чтобы я слушался его голоса, почему я должен ему подчиняться, кто-нибудь такой, он неизвестен, взрыв ему уже известен. В Египте хорошо помнили, кто такой Авраам. Авраам явился в свое время в Египет, спасаясь от голода, который был вырос в Среде. И он произвел там в Египте жуткое впечатление, когда с одной стороны у него отобрали жену, но кончилось это очень плохо, Всевышний вмешался, и фараон заболел. Вообще было катастрофическое состояние. И когда Авраам явился во дворец фараону, вызванный туда для того, чтобы как-то дойти до примирения с ним, то говорит предание устной торы, что перед входом в тронный зал фараона была ниша очень низкая, так что тот хотел пройти в тронный зал, должен был пригнуться и почти чуть ли не на четвереньках вползти туда. И так получалось, что любой человек, какой бы он гордец ни был, когда он входил, точнее вползал почти в тронный зал, он оказывался на коленях перед фараоном. Даже сохранилось, это видим сегодня в раскопках, письма, когда писали фараону, каждый чиновник или подчиненный какой-то царек, он писал, я целую прах у твоих ног. То есть это вот такая была форма именно подхода к фараону стоять на четвереньках и целовать прах у его ног. Ну а кто не согласен стоять на четвереньках, так он туда просто не попадет, хочешь попасть в тронный зал, придется тебе пролезть через них. Все было хорошо до тех пор, пока не пришел Авраам. Он, когда пришел, совершилось чудо, ниша приподнялась и он вошел туда, не согнувшись. Авраам. А что вот это был ответ фараону? Бог евреев вернулся к нам. Тебе нечто неизвестное, известное. Бог евреев, Бог Авраама, тот самый. Теперь посмотрим ответ фараона на эту вторую попытку договориться с ним. И сказал им царь Египта, зачем Моше и Арон вы отвлекаете народ от его дел? Ступайте к своим трудам. И сказал фараон, вот многочислен народ этой земли, а вы отвлекаете их от их трудов. Две вещи меняются здесь. Во-первых, до сих пор было написано фараон, 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 а здесь друг царь Египта. Во-вторых, вдруг неожиданно он обращается к ним по именам, Моше и Арон. А это почему? Как это понять? Смор он говорит с ними на «ты», и эта вещь более принята. Почему вдруг царь обращается к двум старикам, которые пришли к нему, вдруг по именам? Зачем Моше и Арон вы отвлекаете народ от его дела? Аравир хочет сказать, что фараон переходит здесь на совершенно другой стиль личное обращение. То есть до сих пор он говорил строго официально, нет, не согласен, нет, и все. Теперь он на секундочку ответил. И давайте поговорим прямо, откровенно. Поэтому здесь пошло вдруг обращение по имени. Божий ворон, чего вы мне морочите голову? Праздники, Богу молиться, еще что-нибудь. Ладно, между нами я же понимаю, что вы знаете, что я знаю, что вы понимаете, что все эти религиозные объяснения, это все ширма только. Вы же хотите освободить народ от их труда, правда? Так что вы мне морочите голову со всякими религиями, с праздниками, Богу, с плачением и прочим. Что вы меня за дурака держите? И вообще то, что вы делаете, это совершенно неприемлемо. Как сказано дальше, и сказал им царь Египта, может, вы отвлекаете народ от его дела, ступайте к своим трудам. Вы, как говорит Раши, ступайте к своим трудам, они не были проабощены, ибо колено левее, не было в проабощении, к своим трудам. Не сказал он, ступайте на работу, которую вы обязаны делать как рабы, нет, но не мешайте другим, вы свободные люди, не мешайте другим быть рабами. И сказал им фараон, вот многочисленный народ этой земли, а вы отвлекаете их от трудов. Что это означает? Почему он здесь подчеркивает многочисленный этот народ? Потому что, как говорит Раши, вы отстраняете, вы отвлекаете их от работы, они слушают вас, и думают о том, что смогут избавиться от трудов. И поскольку народ многочисленный, так на нем же лежат и повинности, а вы их отвлекаете. Одно дело отрывать от работы государственно важные одного-двух десяток человек, а другое дело 600 тысяч людей. Это колоссальный вред, колоссальный ущерб государственных казни. Зачем же вы тогда морочите им голову? И самое главное, люди должны, зачем вы отвлекаете народ от его дела? Вы хотите освободить людей? Даже на три дня я не согласен. Люди до сих пор росли. Мы говорим, здесь-то после 80 лет. Рабство. Это значит, что уже не первое поколение вырастает. Сознание того, что вся его жизнь это встать утром и отправиться на работу. Работать до, почти, потери сил и потом возвращаться в свой барак или еще куда-нибудь. Вот. И вот так вся жизнь. Люди к этому привыкли. И они так живут. И они так работают. Зачем вы им забиваете какие-то идеи, чтобы у них появилась вообще мысль о том, что можно жить как-то по-другому. Что можно даже взять и не пойти на работу из-за каких-то таких причин. Это как-то так. Я на это не согласен. Я даже на три дня не готов. Рабы? Они должны быть рабами. Пускай работают. И дальше фараон продолжает. И приказал фараон в тот же день притеснителям народа. То есть, с мужейроном закончено. Он дал им понять, что как царь Египта не только, что он отклоняет их просьбу, но разговор на этом вообще закончен. Это даже можно выслушать просьбу, можно принять, можно не принять, можно отказать. К сожалению, не могу. Но после, к сожалению, не могу всегда. Может быть, еще одна попытка. А может быть, все-таки, а с другой стороны, а может быть... Есть, когда человек, начальство, которое тебя принимает, дает тебе понять, что разговор закончен. Это не просто отказ, а на этом тема вопроса закрыт. Ясно? Ясно. Фараон уже обращается не к ним, не к мужейроном, он обращается к своим слугам. И приказал фараон в тот же день притеснителям народа и надсмотрщикам. Притеснителям это не просто литературное. Так, другого перевода нет, так называлось, так Тора называет одну из должностей в Египте, те, которые и управляли, египетские чиновники, которые управляли рабами. И приказал фараон в тот же день притеснителям народа и надсмотрщикам, сказав, не давайте больше народу соломы для изготовления кирпичей. Как это делалось еще вчера и позавчера. Кирпичи, которые делали тогда и которые использовались на стройках Египта, основой их была солома, которая смешивалась с глиной, потом они высушивались из вот этого вот кирпича-сырца и строили древние здания в Египте. Так вот, сырье, клин-то везде полно, а вот солому, которую они до сих пор получали на стройплощадках, теперь не давать им. Пусть сами они ходят и собирают себе соломы. Для чего фараон это делает? А эта производительность труда понизится. Ему же это экономически невыгодно. Норму же кирпичей, которые они делали вчера и позавчера, возложите на них и не убавляйте от нее. Они ленивы и поэтому кричат «Пойдем, принесем жертву нашему Богу». Пусть отягчится работа на этих людей, чтобы они были полностью заняты ей и не отвлекались бы на пустые речи. Если им в голову приходит идея о том, что можно вообще пойти куда-то, Богу молиться или еще что-то, жертву поносить и прочее, значит, у них есть минута свободного времени. Что есть, нехорошо. У раба не должно быть свободного времени. Когда он все время, как белка в колесе, работает, и все, что он думает, только о том, как бы закончить вовремя свою работу, как бы не упасть под мушей кирпичей, как бы не упасть, тогда все нормально. Тогда раб не будет бунтовать, тогда не будет революции, восстаний, тогда все хорошо. Как только у человека появляется свободное время, он же может думать начать. А если он может думать, то пойди, знай какие. Нет же контроля над мыслями, которые человеку в голову приходят. Даже самый страшный тиран не может контролировать мысли человека. Может контролировать всю его жизнь, кроме его мыслей. если он все время работает, тогда все хорошо, мысли в голову ему не приходят. Но если он начнет, но если у него есть свободная минута, то это уже нехорошо, он может начать думать. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы свободного времени не было, даже не одной минуты. Пусть больше работает. И вышли протеснители народа и его надсмотрщики и сказали народу. Вот что сказал фрау. Я не буду давать вам солом. Не буду. Идите сами и собирайте солому, где найдете. Потому что от вашей работы не убавилось ничего. И народ рассеялся по всей стране собирать стебли для солома. А протеснители подгоняют, говоря, выполняйте ваши ежедневные нормы. Как тогда? Когда у вас была солома? Вот так вот первая попытка освобождения закончилась полной провалой. Не только что не удалось освободить еврейский народ, но их положение только ухудшилось. Дальше Тора объясняет, как все это происходило. И были биты надсмотрщики сынов Израиля, которых поставили над ними притеснители фараона, говоря, выполнили установленное вам вчера и третьего дня количество кирпичей. солнечные надсмотрщики сынов Израиля. До сих пор мы говорили, что были притеснители. Потом было помянуто притеснители и надсмотрщики вместе. И вышли притеснители народа и его надсмотрщики и сказали народу, вот что сказал фараон, я не буду давать вам солом. Вместе два вида чиновников притеснители и надсмотрщики. Здесь же сказано, и биты были надсмотрщики сынов Израиля, которых поставили над ним притеснители фараонов. Притеснители это более высокая ступень, более высокий ранг синовников, а надсмотрщики более низкие сынов Израиля. Говорит Раши, притеснители были египтянами, а надсмотрщики были низкая ступень чиновничества израильтянами. И каждый притеснитель был поставлен над несколькими надсмотрщиками, а каждый надсмотрщик управлял рабами, занятыми работой». Не только что гнёт здесь усилился, не только что тяжелее стал работать, но фараон думал не только о том, чтобы отягчить работу и обеспечить состояние, в котором ни у кого не будет даже минуты времени свободного, чтобы подумать. То есть, он делает ещё один шаг – дьявольский замысел, как будет теперь делаться работа. Значит, норма остаётся та же самая, то же самое количество кирпичей, но теперь он будет намного тяжелее производить это количество. То есть, по сути дела, норма увеличивается, эту норму должен кто-то требовать. Кто будет требовать? Египтяне? Нет, не египтяне. Он делает двуступенчатую систему управления. Есть протеснительный египтянин, но он не имеет никакого контакта с самими рабами-евреями. Ни он, ни тем более высокая начальство. Совсем нет. С евреями назначены специально из числа евреев надсмотрщики. Они должны требовать у евреев то самое количество кирпичей. Для чего это делается? Понятно, что у человека, которого угнетают таким опытом, которому сейчас настолько повышают норму выработки, никоим образом не улучшая ему условия жизни, у него, естественно, растёт раздражение и ненависть против тех, кто требует от него это. А кто требует от него это? Фараон от него требует. Фараон араб не видит, может быть высокий чиновник тоже нет, притеснитель нет, кто надсмотрщик, и тогда ненависть должна быть по отношению к надсмотрщику, и наоборот у надсмотрщика должна быть ответная неприятность к тем, кто ставит его под удар, кто не выполняет норму. Таким образом, начнётся распрость среди евреев, о, вот это то, что надо. Именно так. Именно для этого всё и сделано. На самом деле, политика известная, старая как мир. И, кстати, и нацисты тоже пользовались этим. Немецкие чиновники редко имели дело с угнетёнными людьми на захваченных территориях и даже в концлагерях. Те, которые имели дело в основном с заключёнными, это были Капо. А Капо из кого набирали? Из самих заключённых, пусть они теперь вблизутся между собой. Капо были ответственны перед немецкими охранниками уже, а заключёнными делали сами Капо. Но весь этот дьявольский замысел фараона не сработал, и были биты надсмотрщики сынов Израиля, которых поставили над ними притеснители фараона. За что их били? За то, что они не поставили нужное количество кирпичей. Как говорит Раши, надсмотрщики были евреями, и жалели своих братьев, не понукая их. А когда они собирали готовые кирпичи и сдавали их притеснителям египтянам, то не хватало до нормы. И их били за то, что те не торопили работающих. Поэтому, как награда за это самопожертвование, поэтому надсмотрщики удостоились стать членами Санедрина, то есть Совета старейшин в дальнейшем, уже освободившись после получения торы. И их осенил пророческий дух, пребывавший ранее на Муше. Как сказано, собери мне. Когда Муше просит, чтобы для того, чтобы управлять народом, один он больше не в состоянии, ему необходим такой совет старейшин, который вместе с ним будет внести ношу управления народом, то Всевышний будет ему «Хорошо, собери мне 70 мужей и за старейшин Израиля, которых ты знаешь». Имеется в виду тех, о которых ты уже знаешь, что они совершали добро в Египте. Они уже в Египте самоотверженно подставляли свои спины под под кнут, вместо того, чтобы бить других. Надсмотрщики не били рабов и не понукали их, они готовы были принять побои на себя, жалея своих братьев. Читаю дальше. «И пришли на отсмотрщики сынов Израиля» после того, как они получили побои. «И пришли на отсмотрщики сынов Израиля и воззвали к фараону, пришли на аудиенцию к фараону. Почему ты так поступаешь твоими рабами? Солома не дают твоим рабам и кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, и народ твой оказывается виновным». А он сказал, «Ленивы вы, ленивы, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Богу, а теперь идите работайте, потому что соломы вам давать не будут, из-за своего разрешения я изменять не собираюсь, а положенное число кирпичей давайте». И надсмотрщики увидели сынов Израиля в беде, когда было сказано им, не убавляйте от ежедневной нормы кирпичей. Почему они отправились к фараону? От отчаяния. Что они хотели от него добиться, что они думают, что он пожалеет? Алшир говорит, они решили действовать хитростью. Это не был шаг отчаяния, как он понимает, хитростью. «Как мудрый человек, который жалуется царю на несправедливость, учненную в городу по распоряжению царя». Он знает, что это по распоряжению самого царя было. Но если он придет к царю и скажет, ваше величество, несправедливо вы сделали, отмените ваше несправедливое решение, которое не только что он ничего не добьется, а может быть, его еще и накажут, головы еще не снесет. Если этот человек выкажет свою осведомленность о том, что все зло пришло от царя, то царь не захочет исправить свои упущения. Наоборот, разгневается на того, кто осуждает его указы, и только укрепит и упрочит их. Поэтому мудрый человек, он не так делает. Он применит хитрость, сделает вид, что ему неизвестно о том, что это исходит из царя. Что ты скажешь? Это же невозможно представить себе, чтобы такой безупречный и порядочный правитель, как ты, мог сотворить такую чудовищную несправедливость. Это же не может быть. Поэтому нехорошие люди. Я уверен, что это не вы, ваше величество, это нехорошие люди сделали, а на вас наводят напрасно. Но вы уже этих нехороших людей накажите, вы уже им скажите, что так нельзя делать. Похожим образом поступили еврейские насмотрщики, сделав вид, будто не знают, что приказ шел от царя. Так они сказали, зачем тебе поступать так, как они говорят, «Почему ты так поступаешь с рабами твоими?» Стоп, стоп, стоп. «Почему ты так поступаешь с рабами твоими?» Это не подходит к тому, что пишет Талших. Значит, они обвиняют фараона в том, что он так несправедливо поступает. Нет, говорит Талших, вы не поняли. Имеется в виду так, что люди, знаете, ваше величество, люди на улице говорят, так думают, что это ты так поступаешь со своим народом, но мы-то же знаем, что этого не может быть. Мы же знаем, что ты великий и милосердный и справедливый правитель, поэтому ты уже людям на местах скажи, чтобы нас не били, чтобы это несправедливое требование увеличить норму, чтобы брали. Ничего не помогло. Так пишет Талших. Довольно остроумное решение. Ну, как мы видели, немножко с трудом оно влезает в текст, и Пшата Пашут всё-таки очевидно. Простое объяснение, не такое. Почему же они отправляются к фараону, хотя, скорее всего, знают и понимают, что именно от него исходит это драконовское требование, не давать салобу. Так сказал фараон. Они сами сказали народу. Так сказал фараон. Не даю вам больше салобы. Может быть, думали, что есть такое явление, когда угнетаемые люди надеются, что, может быть, верховная власть, как он был там, царь-батюшка, он же, наверное, не знает. Это всё местные, низкого уровня чиновники, командующие. Они, вот если добраться до самого высокого, то он может и так, может и так. И вот после того, как они получили от фараона отрицательный ответ, и он, по сути дела, выгнал их, и когда они вышли от фараона, вышли с пустыми руками, фараон только подтвердил свои указы, соломы не будет, а норма не уменьшится. И когда они вышли от фараона, то встретили Муше и Аарона, которые стояли и ждали их, то есть они стояли у входа во дворец, ожидая, что скажет фараон старейшим, что скажет фараон надсмотрщик. И сказали им, ты видит Господь и осудит вас за то, что вы сделали наш дух мерзким для фараона и его рабов, дав им в руку меч, чтобы убить нас. Во всех бедах надсмотрщики обвиняют Муше и Аарона, которые только пытались освободить их, которые только хотели им сделать лучше. Почему это? Ну, с точки зрения психологии вещь довольно понятная среди угнетаемых людей. Это вполне может быть и часто в истории случалось. Терпения у них нет. Если кто-нибудь придёт и их тут же избавит, тут же их освободит – здорово, они будут его наносить на руках и будут целовать ему ноги, конечно. Но если нужно терпение, если за своё освобождение нужно бороться, если первые шаги, если первые самые шаги закончатся неудачей, то тогда они будут обвинять именно тех, кто собирались их, и кто хотят их освободить, а которые, может быть, и могут их освободить. Может быть, и так. Но есть у нас и другое объяснение, которое мы уже упоминали в самом начале этого недельного раздела шмот – это объяснение Рамбана. Рамбан доказывает там из всего текста, что фараон не хотел, фараон – угнетатель икраинского народа, не хотел действовать открыто. Спрашивает там Рамбан. С одной стороны, эти надсмотрщики говорят вещь, которая звучит как ерунда. «Да видит Господь и осудит вас за то, что вы сделали наш дух мерзким для фараона и его рабов, дав им в руку меч, чтобы убить нас». А что, до сих пор ничего подобного не было? А разве не бросали еврейских детей в реку? Разве? Рамбан, конечно, было. Но это всё было неофициально. Фараон не давал указаний своей полиции или своим вооружённым силам заниматься такими вещами. Нет. Все шаги до сих пор фараона были скрытные, тайные. С точки зрения официальной всё выглядело иначе. Да, бросали детей в реку, конечно. Это были просто какие-то частные люди, которые это делали. И если бы такого человека поймали, то его бы привели в суд, его бы судили. Скорее всего, отпустили бы его за недостатком улик или ещё по какой-то причине. Свидетели бы вдруг не нашлись, исчезли бы и так далее. Но официально фараон ничего, всё, что делает до сих пор вся эта система угнетения евреев, она была тайной. Теперь же, т.е. как-то можно было, это то, что говорят до сих пор старейшины, можно было как-то просуществовать до сих пор. Если не высовываться, если не раздражать египтян, если не злить их, выполнять их приказы, то можно было прожить худо бедно, но как-то можно было просуществовать. Теперь не так. Теперь они будут в открытом совершенно. «Теперь вы вложили им в руки меч для того, чтобы совершенно открытым образом нас уничтожить». И обратился мужик к Богу и сказал, «Владыка, для чего ты сделал зло этому народу, зачем ты послал меня? Ведь с тех пор, как я пришёл к фараону говорить о твоего имени, он начал хуже поступать с этим народом, а избавить не избавил ты народ». Сдаётся такое впечатление, что мысли о неудаче и потере надежды народов передались и к муше, он тоже жалуется. Хотя довольно странно. При самой первой же неудаче у него сразу опустились руки. «Зачем ты послал меня?» Ведь Всевышний сам его предупредил, он сам ему сказал. Во-первых, было известно и понятно. Любой мыслящий человек должен был бы понять, что фараон не согласится, откажется. Более того, сам Всевышний сказал ему, но я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. То есть, пока не будет крепкой руки по отношению к нему, он не позволит. «Вот тогда я протяну мою руку и поражу Египет своими чудесами, которые совершу в его среде. И после этого он даст вам идти». Так что ж, муше сейчас жалуется? Разве он этого не знал, что так всё и будет, что таков будет сценарий, что так будут развиваться события? Ибн-Эзра отвечает так. «Муше полагал, что после его разговора с фараоном их участь облегчится, а тот, наоборот, утяжелил возложенную невроботу. То есть, конечно же, муше знал, что фараон не позволит уйти, но, по крайней мере, не ухудшится их положение, может быть, даже улучшится. А вышло всё наоборот. Вот отсюда отчаяние, муше. А смысл слов? Для чего ты сделал зло противоположно тому, что сказано? Я увидел страдания моего народа в Египте. Значит, если увидел, даже если их сейчас сразу не освободят, то, по крайней мере, как-то хоть чуть-чуть облегчится их участь. Поэтому и заканчивают муше. «Зачем ты послал меня? Ведь и время-то стало хуже. И вот я не могу…» Я же ничего не смог ответить надсмотрщикам. Действительно так это было. Мы видим, что когда надсмотрщики вышли и бросили в глаза, бросили в лицо мышей Аарона гневное обвинение, те молчат, им нечего сказать. Вот откуда отчаяние муше, так говорит Ибнезово. А Ромбан возражает им. Мне кажется, это правильно, поскольку он сказал, а избавить не избавил. Где видно в тексте, что муше жалуется именно на то, что отягчилось положение? Давайте почитаем еще раз текст от Ромбана. «И сказал Владыка, для чего ты сделал зло этому народу? Зачем ты послал меня? Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, говорить о твоего имени, он начал хуже поступать с этим народом. А избавить не избавил ты народ?» И в действительности наши мудрецы, не пытаясь оправдывать здесь муше, говорят, что он проявил здесь слабость и получил в дальнейшем за это наказание. Так говорит Медраж Шмотрана. «Я открывался Аврааму». Это Медраж в начале следующей главы. «Сказал Всевышнемуше. Как жаль, что больше нет тех, кто были прежде. Много раз я открывался Аврааму и Цхаку и Якову в образе всемогущего, не сообщил ему о его имени, как сделал для тебя. Но никто из них не раздумывал о моих путях. Я сказал Аврааму, вставай, пройди по этой стране вдоль поперёк, ибо тебе я отдам её». И после такого обещания, что Авраам имел на деле? А когда он ходил похоронить цару, он не нашёл даже участка земли, пока не купил его за большие деньги. Я ему обещал землю, она твоя, а он даже для жены метр на метр земли не мог найти, пока не купил его за баснословную цену. Но он не раздумывал о моих путях, он не начал задавать вопросов, почему я с ним так поступил. «Я сказал Цхаку, живи в этой стране, ибо тебе и твоему потомству я отдал все эти земли». А он искал, где напиться воды, и не было ему возможности. Каждый колодец, который он отрывал, тут же засыпали землёй. И даже спорили пастухи герарские с пастухами Цхака. Но он не раздумывал о моих путях. «Я сказал Якову землю, на которой ты лежишь, отдам я тебе и твоему потомству». И он искал, где раскинуть свой шатёр, и не нашёл, пока не купил участок земли за сто монет. Но он не раздумывал о моих путях и не спрашивал, как моё имя. А ты спросил, и ты с самого начала, как я только стал говорить тебе о твоей миссии, сразу спросил, как моё имя. Здесь есть открытая совершенно критика. И в следующей фразе говорит Тора «И сказал Бог Моше, теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном». Крепкой рукой он отпустит их, и крепкой рукой, т.е. под воздействием крепкой руки выгонит их из своей страны. И Раши тут же комментирует на основе того самого Медраша, который мы сейчас прочитали. «Ты усомнился в моих путях, то ли дело Авраам, и снова та же самая мысль, что и в Медраша. Которому я сказал, ибо в Ицхаке наречётся тебе потомство, а потом сказал, принеси его в шерто всесожжение. Он не стал бы тебя претензии спрашивать, а почему и зачем ты меня послал, и зачем ты мне дал сына, если ты мне сейчас требуешь от меня зарезать? Не сказал этого. Он не усомнился во мне. «А потому теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, но не увидишь того, что будет семью царями, когда приведу сынов Израиля в страну к нам». Т.е. Уже здесь Муше сказано, что он не войдёт в страну Израиля, и наказание его идёт ещё отсюда, от этой минутной слабости, которую он проявил. Что сказать, закончить здесь одна маленькая деталь. По тексту это не очень видно, но на самом деле здесь произошла смена глав. «Вот этот вот стих и сказал Бог Муше, теперь ты увидишь, что я сделал из фараона». Это уже начало шестой главы, первый стих шестой главы. А пятая глава закончилась претензией. «А избавить не избавил ты народ». Но этот самый стих, который отнесён уже к шестой главе, он по-еврейскому, нужно сказать, что разделение на главы не еврейское. Это разделение, которое начал делить на главы ещё переводчик Торы на латыни ироним, отец церкви. А потом уже типографы, которые издавали Библию, они уже окончательно пробили вот это вот разделение. И они разделили, что здесь пятая глава, здесь начинается шестая. Еврейское деление не такое. Еврейское деление – недельный раздел, он заканчивается только на этом шестом стихе. Почему здесь есть разница? Очень символично. Как заканчивается глава у христианских издателей Библии? «Тем, что Муше говорит, с тех пор, как я пришёл к фараону говорить о твоей имени, он начал хуже поступать с этим народом, а избавить не избавил ты народ». Дальше уже следующая глава. «Еврейское разделение не такое. После того, как приходит жалоб Муше, он начал хуже поступать с этим народом, а избавить не избавил ты народ. И сказал Бог Муше, теперь ты увидишь, что я сделаю фараону». Крепкой рукой он отпустит их, и крепкой рукой он выгонит их из своей страны. И вот только здесь заканчивается недельный раздел шмот. что-биназист. Продолжение следует...